Продолжение следует... Продолжение следует... У нас получается, что мы решаем вопросы в мере их поступлений. Вы можете мне ответить на этот вопрос, во-первых? Во-вторых, сразу же в этом контексте, какие превентивные меры вы предпринимаете, чтобы мы не решали вопросы постфактум? Вот мне интересно... Практически заявки у нас есть до 20-го года, мы каждый год в этих заявках пишем там, где... По этим бед садам, которые вы обозначили, в 23-й и 34-й, были поданы заявки или нет? Значит, по этим садам практически, значит, роли они ремонтировались... Я задал чёткий вопрос. Заявки были поданы на текущий или капитальный ремонт любого типа? Мне не интересует этих крышек или нет? В данном случае этих садов нет. Так. Нет. Потому что... У меня вопрос. Почему? Объясняю, почему. Опять же, кроля... Так получилось, что у нас одна группа, практически одна группа из 13 противов. Понимаете? Я сейчас задал чёткий вопрос. Правильно или нет? Я понял вопрос. Кто там ответственный в этих 9 садах за... Вот за хозчасть, например, этих 9 садов. Вот в 23-м и 34-м. Вы же непосредственно не ходите по крышам и проводите анализ технического состояния крыши. Есть же по каждому учреждению ответственных за техническое состояние здания. Правильно? Человек, который получает зарплату из бюджета. Правильно или нет? Кровные деньги всех налогоплательщиков. Да, он ответственный за эту часть вопроса. Почему не был сделан соответствующий анализ? Потому что у нас всегда совещание начинается с ТЭЦа и с термогаза. Они в летний период, в тёплый период, чем занимаются? Подготовка к отометенному сезону. Вот эти люди, чем они занимаются? Вот когда нет детей в школах, в детсадах. Чем они занимаются? Я думаю, что это период самоактивен. Они сейчас должны сделать полную инвентаризацию технического состояния зданий. Правильно? Да. И то же самое занимаются подготовкой к отометенному сезону. Или они ждут хороших дождей, чтобы заметить, где течёт и где нужно сделать ремонт. Так? Игорь Ильич, я ещё одно дешевый нюанс. Последние года 4-5 назад последний садник микрооргий сделали в 19 садник, которые были выданы финансовые слова на капремонт. Всех по-почистке нафинансировали на ремонтной работе садов. У нас последние три года нет ни банутий, Игорь Ильич. Ни банутий не было. Повторяю. Я сейчас спрашиваю про конкретный детсад 23-й и 34-й. И не отвлекайтесь от проблем по этим детсадам. Я по-других сейчас не спрашиваю. Вы уже, наверное, у себя в голове уже крутите, что надо сделать по-другим детсадам. Чтобы после дождей опять не появились вопросы. Вот конкретно по этим детсадам. Что было предпринято в 16-м году, чтобы предотвратить затопление? По 34-м саду, там в результате грозы, там шифра на кровля. Образовалась трещина. Произошло немножко смещение шифра в результате ветра. Что треснула гроза прямо в шифре. Ну, было это самое, значит, образовалась дырка. И протекла кровля. От грозы до грозы? Ну, ветра, грозы, значит, я знаю это самое. Но до тех пор, в принципе, что не текло, понимаете? У нас, если что, в 15-м году вы поменяли два цвета шифра, там в 14-м садике, там где уголок, все. Кровля была нормальна. Нормальна, я еще раз скажу. Знаете, о чем я убеждаюсь? Сейчас по существу не будем говорить. Что было сформировано? От чего? От грозы? Не знаю. От Святого Духа, извините соображение. Я убеждаюсь уже неоднократно, что вы, непосредственно, которые курируете эти учреждения, просто не проводите предвентированные меры. Просто на просто. Это во-первых. Во-вторых, я уже напишу служебную записку, на имя которой господи Сал, чтобы они не делали дисциплинарную процедуру по этому факту. Потому что я уже не первый раз поднимаю вопрос по вашей части. И опять у нас нерешенные вопросы. И опять мы не предупреждаем определенные вопросы, а работаем опять постфактум. У вас есть четкий план мероприятий по вашей части? По вашей деятельности? По предотвращению таких ситуаций? Ну, предвидеть все невозможно. Я четкий вопрос задам. У вас есть четкий план мероприятий? Есть у нас план мероприятий по капитальной ремонту крови всех учреждений. По предотвращению этих ситуаций я спрашиваю четко. Я не говорю про ремонт. До ремонта у вас должен уже быть актуализированный план, не то же мероприятий, а уже обозначено где существует проблема. Соответствующие заявки, потому что одно к другому привязано. Правильно или нет? Правильно. Когда вы сделали актуализированный и последний вообще обход этих учреждений и технические их состояния? Последний раз когда сделали? У нас в подкарте администрации, в данном случае в школе учреждения или в школе поступают заявки. Я спрашиваю еще раз. До подачи заявок. Заявка уже подается постфактум, когда обозначивается проблема. Понимаете или нет? Я понимаю. В ход моих мыслей. Понимаете или нет? То есть обследование всех учреждений и блока. Да. Аллилуйя. Когда последний раз проводить? У нас в крае есть в хозгруппы. Есть специалисты, которые занимаются подготовкой к капельсезону, системы инженерных сетей. И в том числе смотрят где. Если есть... Когда? Еще раз спрашиваю. Ну как? Ну а мы говорим в постоянном режиме. Но оперативном режиме. Юрий Ильич. Но предусмять все невозможно. Вот оперативное в вашем режиме и постоянный режим. Вот ты показал результат. Ну то сказать тебе же все невозможно. Семьдесят нас на пятку. У нас семьдесят на пятку учреждения. Ну и все нельзя посмотреть. Где в каком месте протечет? Это же не два-три-пятки учреждения. То есть все-таки семьдесят учреждений. Да? Тем более из них... И что вас когда возникает? Что вы когда возникаете? Чтобы вы непосредственно выходили? Или поставить систему работы нормально? Есть ответственные люди, да? Походят в части по каждому учреждению. Вы даете задания. Заметьтесь более тесно с этим вопросом.